Владимир Александрович Жилкин. Рассказ не последний. И началась мирная жизнь. Но не была она мирной. Взрывались на минах коровы, подрывались трактора. Война продолжалась. Она продолжалась и в наших детских играх. Мы находили много боевых патронов. Любимым занятием было разжечь костер, быстро побросать в костер патронов и быстро укрыться, залечь за бугорок. И с замиранием сердца слышать выстрелы и звезд пуль. Как на войне. Много было оставлено везде линейного пороха. Мы заворачивали его в бумагу, скрепляли и поджигали один конец. Получалась маленькая ракета-змея. Она непредсказуемыми путями летала по воздуху, шлепалась на землю, снова взлетала, а мы от нее уворачивались. А самодельные пистолеты, примитивные, деревянные, спусковой крючок-резинка, ударный боек-гвоздь. Один из таких пистолетов взорвался в руках моего друга. Но самая большая трагедия случилась летом, перед тем, как Ваня Зайцев нашел ее. Ребята нашли в одном из больших логов склад со снарядом. Взрослым об этом не сказали. Кому-то в голову пришла идея свинтить со всех снарядов головки, сыпать порох в одну кучу и поджечь. Дело было под вечер. Я поливал в Нижний Огород, торопился, чтобы бежать играть к ребятам. И вдруг раздался мощный взрыв из того лога, где ребята возились со снарядами. Вся деревня бросилась туда. В живых из мальчишек никого не было. Родители собирали своих по кусочкам, узнавая по каким-либо приметам. В этом логу погиб и мой двоюродный брат. Когда писал это, по радио прозвучало сообщение. Ребята нашли боевую гранату. Она взорвалась. Два мальчика убито, восемь ранены. Война продолжается. Чего больше всего человек произвел на земле? Хлеба? Картофеля? Яблок? Ботинок? Шапок? Больше всего на земле оружие. Самого разнообразного. От газовых пистолетов до все более новейших образцов оружия массового поражения. Еще в 60-е годы 20 века была озвучена такая цифра. На земле накоплено столько оружия, что ее можно поразить все живое на планете 10 раз. А сколько же сейчас? Зайдите в детские магазины. Чего там больше всего из игрушек? Оружие. Война продолжается. Любая война – это война против детства.